Всем привет! Подошел к концу наш совместный первоотшив Вышиваем для любимых, который был посвящен празднику Дню всех влюбленных. В этом видео я хотела бы поделиться с вами своими впечатлениями, впечатлениями участников и показать вам очень много красивых фотографий. Видео будет состоять из слайд-шоу и моих комментариев. И давайте без лишних разговоров приступим к делу. Как я уже говорила в прошлом видео, идея организовать ЭСП к Дню Святого Валентина пришла в голову Натальи Гепке и уже с этой идеей она пришла ко мне. Мы с ней быстро нашли общий язык, скаоперировались и уже 23 января начали принимать участников. Официальный старт нашего совместного первоотшива был запланирован на 30 января. В этот день в наш фотоальбом в Вконтакте участники выкладывали много-много фотографий с подготовкой. Честно вам скажу, я очень часто заходила в альбом, я обновляла страницу каждые 15 минут, чтобы посмотреть не появились ли новые фотографии, потому что мне очень нравилось их рассматривать. Основы были разных каунтов, разных типов, разных цветов. Очень многие девушки окрашивали основу вручную, многие из них попробовали окрашивать основу первый раз и у них это отлично получилось. Фотографии подготовки оказались настолько вдохновляющими, что мы с Наташей решили наградить самых оригинальных авторов. Самое большое количество сердечек среди фотографий подготовки набрала фото Виктории Скудры и она действительно очень красива. Посмотрите на эти супер аккуратные бобинки и чудесную основу в горошек. Мы с Наташей решили наградить еще двух девушек, чьи фотографии заставили наши сердца дрогнуть. Наташу пленили кота-бобинки с фотографией Ксении Пищалиной. Ну вы посмотрите, какие они радостные. Они так и зовут. Возьми меня, начни вышивать. А мне очень понравилась фотография Светланы Маслак. Видите, она уже подготовила совушкам уютное гнездышко. И после того, как они появятся на канве, их дом наполнится счастьем и приятными хлопотами. Наступило 7 февраля и мы призвали девчонок делиться своими продвижениями. Конечно, многие из них уже начали делать это в инстаграме. Точные даты нужны были нам с Наташей для того, чтобы просто отследить этот процесс и ничего не упустить. Я помню то волнительное чувство, когда я начала видеть первые крестики на работах девочек. Я вдохновенно бегала с телефоном и постоянно подбегала к Яну, дергала его. Смотри, 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 какие красивые фотографии. Смотри, здесь уже нарисовались лапки, а вот здесь уже готова шапочка. Очень волнительно было читать ваши первые впечатления о схеме, о том, как продвигается работа, удобно ли все устроено, понятен ли бэкстич. Поверьте, все это для меня очень важно. Мне понравилось, как креативно некоторые девочки подходили к фотографиям продвижений. По словам комета Хобби, чьего фото вы сейчас видите на экране, ее муж не сразу углядел подвох. А вы видите, в чем он? Прежде чем я вам покажу готовые работы, хотела бы сказать несколько слов о работе группы Candy Frame ВКонтакте во время проведения совместного первоотшива. Мы устраивали для участников опросы, писали интересные статьи, делились новостями и фотографиями, обсуждали выбор основы, выясняли, нужны ли бленды, поделились с вами процессом создания схемы, хвастались своими интересными аксессуарами и удивляли вас новыми сюжетами. Да, пара наших героев появилась во время совместного первоотшива. Идея их создания пришла к нам уже после того, как мы стартовали, поэтому девочки не обижайтесь, что их не было в начале, мы не специально это сделали, но мы очень рады, что новые герои тоже полюбились нашим вышивальщицам. Давайте перейдем к готовым работам. 51 участница закончила работу к 14 февраля. По-моему, это просто отличный результат для трехнедельного совместного первоотшива. Мы дали девочкам зеленый свет на все изменения, которые они хотят внести схему. Многие девочки вышивали подбором, кто-то решил не вышивать некоторые элементы, а кто-то решил наоборот добавить. Например, Светлана Фахруддинова решила, что совунчику будет очень одиноко одному и добавила ему маленького друга в виде мышонка. А Виктория и Яна решили заменить цвет шапки у своих героев. Я просто не могу не отметить работу Ольги и ее дочери. Да, у них получилась именно совместная работа. Ольга вышила замечательных совушек, а ее дочь дорисовала чудесного персонажа в виде белочки, которая разбрасывает на любовную парочку сердечки. По-моему, это очень мило. Смотрится гармонично, как будто совушки вышли на свидание. У Марии, Екатерины, Надежды и Натальи совушки уже оформились в рамки. Очень милую подушку сделала из своих совушек Лиза Петрова. Вы только посмотрите на эти помпончики. А у Тани Новик подушку оформилась милая совушка. Еще одна нежная подушка оформилась у Татьяны Сикаевой. Кстати, вы заметили, что совушки с синими глазами? По-моему, смотрится здорово. Елена Шишенина тоже решила оформить совушек в подушку. По ее словам, эта работа вызвала очень много эмоций у ее сына, которому полтора годика. Совы от Светланы уже успели сходить на улицу и подышать свежим воздухом. Нежная совушка от Людмилы тоже уже сходила прогуляться и теперь ждет, не дождется, своего согревающего принца. Кстати, о принце. Этот бирюзовый парень свел меня с ума. Спасибо большое Евгении за то, что она успела вышить его до окончания. Она вышила его за два дня, вы представляете? Виктория, Оля и Нина успели закончить сладкую парочку к 14 февраля. А ведь в них больше всего крестиков из всех работ. Прелестную скромницу закончила Елена Федосеева. Эта девчушка просто прелесть. Екатерина Ермакова своей фотографии показала, почему она выбрала именно совунчика. По-моему, они и правда похожи. Фотографии Ирины Цупиной отличаются своей яркостью. Заходя в альбом, они сразу бросались мне в глаза. Наверное, еще из-за того, что на них всегда присутствуют вкусняшки. Работа Алены Савченко просто покорила мое сердце. Я особо пристально следила за ростом этой совушки. Безумно покорила основа, выбранная под этот сюжет. А в совокупности с красивым оформлением и потрясающими фотографиями я не смогу быть объективной. Именно поэтому выбор победителя я хочу возложить на ваши плечи. Именно ваши лайки, ваши комментарии помогут нам определиться с тем, чьи фотографии победят. Хочу напомнить, что победителей у нас будет пять. Каждый из них получит свою долю подарков. И собирать ваши лайки и комментарии мы будем до 18 февраля. Сейчас альбом для добавления фотографий закрыт. Но как только голосование закончится, мы его тут же откроем и вы тоже сможете поделиться с нами вашей красотой. Если вам также интересна статистика, как и мне, то скажу, что в нашем проекте приняло участие 362 человека и 178 из них выбрали схему любовь и совушки. И если честно, это было для меня неожиданно, потому что я думала, что совушки всем уже поднадоели и больший ажиотаж будет вокруг девочек, мальчиков. Эта ситуация меня немного удивила, но это было приятное удивление. Некоторые участницы нашего СП снимали видео о своих работах, и я обязательно оставлю ссылки на их каналы и на их видео в описании под видео, а также создам отдельный плейлист на своем канале. Видео, которое мы находили в процессе СП, мы публиковали в нашей группе ВКонтакте на главной странице, но я уверена, что девочки еще будут снимать некоторое время, потому что не все закончили. Если вы снимаете видео о нашей работе, обязательно дайте мне знать, чтобы я разместила ссылку в нашей группе ВКонтакте и добавила ее в плейлист. А те, которые уже есть, обязательно будут в описании под видео. Ну а сейчас немного о благодарностях. Я хочу сказать огромное спасибо Наташе. Во-первых, за идею этого совместного проекта и за то, как много она сделала для него. Почти все посты в группе во время совместного проекта подготовила именно Наташа. Благодаря ей вы смогли обсудить многие аспекты вышибки, поучаствовать в интересных опросах и не забывать добавлять фотографии. Она была куратором нашего альбома, она всем отвечала, всех лайкала, всех комментировала. Благодаря ей наши участницы сразу знали, что нужно делать, куда идти и легко ориентировались по группе. Наташа сейчас на больничном, поэтому я ей желаю скорейшего выздоровления. И, конечно же, отдельное спасибо я хочу сказать каждому, кто принял участие в нашем совместном проекте, каждому, кто наблюдал за наш МСП, кто оставил сердечки и комментировал фотографии. Благодаря вам наш совместный первоотшив прошел так дружно и уютно. Спасибо вам большое от всей души. Всем пока! Заходите в нашу группу ВКонтакте, ставьте всем сердечки и пишите комментарии, какая работа вам больше всего понравилась. Наши участники ждут! Субтитры создавал DimaTorzok